ребята всем привет сегодня у нас уже 18 по-моему на календаре до 18 января четверг просидел из гели в геленджике буквально со вчера вчера у меня выгрузили сегодня меня уже мне нашли груз получается груз у меня на москву пять с половиной тонн адыгейская соль выезжаешь из геленджика стою здесь вот парковочка такая эти стоят грузовики тоже разные всякие геленджик у нас заканчивается это погрузка в уляпе это 250 километров отсюда где-то там рядом с краснодаром грубо говоря да и едем потом на москву поэтому я поехал а вы смотрите как я буду ехать и что из этого получится погнали какой замечательный ребята вид здесь получается виноградники в них похоже росту это я даже не знаю знает ребят в комментариях напишите что это такое растет вообще ой 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 дорога кэша г местами да она на ремонте погода шикарная плюс 13 напоминаю 18 января юг плюс 13 нормально солнце светит правда ветер сильный но тем не менее а так солнце светит классно прям я чему как летом я тут нагрева кабину как летом правда ведь от ремонт и не вообще меня как-то не нравятся мне они порой такие узкие что я даже хрен его знает как если грузовая машина поедет как мы будем разъезжаться вот как час фура идет видите благо у меня обочина есть я могу на нее чуть-чуть взять а когда дальше ни хрена ну вот так вот я еду потихонечку помаленечку 200 километров не осталось вот справа то же самое эти посадки скорее всего виноград но может быть какой-нибудь чай я не знаю там молодцы люди убираются прибирают не нравится тут все так чистенько аккуратненько вот у нас бы так было бы цены не было бы в речке текут макс и ребята вот опять впереди ремонт только разогнался за 5 ремонт либо серпантин либо ремонт так особо то не полетаешь на грузовой мог на легковой еще можно будет красота горы прям как будто я здесь родился ребят такое чувство как будто я здесь родился и вырос давай газелька обвиняй под знаком тебе похрен это местная я вот по ней рискнул знак стояла запрещен о господи а я еще пустой причем еду интересно если бы я грузом тут наверно вообще бы ползал бы тем не менее едем и едем дальше ребят красивый вид вам показываю делюсь своими впечатлениями вот газелька но она спешит прям видно по ней я как бы тоже спешу но не в такую нет не так уж сильно подождут заправка солярка у меня есть что приехал ребятка закупил адыгейская соль пошел документы получил стоит сильный ветер поехали грузиться идем открываем ворота адыгейская соль ровно чтобы ветром не вздул ребята всем привет сегодня у нас уже 19 января и стою я на стояночке это пусть в лабинске здесь такая стоянка сельхозники камаза стоят там фуры стоят тоже разные автовозы дальше еще что-то в общем стою и ищу ищем до груз на москву в москву я загрузился вчера вы видели это получается был у нас соль морская но есть еще место и хотим взять еще один загруз поэтому сегодня ждем до обеда где-то так на улице идет дождь даже обледенела часть частями машина сейчас вам покажу вот видите сосульки висят это лед смотрите сколько льда вот так вот стою жду погрузку пока дойдут там какой-то рынок или что-то такое продают летом тут наверно еще что-то будет продавать так пока вот ждем ждем загрузочку хорошую может что-нибудь и выстрелит так вот манчик со всеми камазиками стоит наверное сельхоз ярмарка какая-то что-то вроде этого поеду я сейчас по краснодарскому краю еду я до ростова там наверно буду ночевать и видите у нас погода меняется там дождик шоу шоу дождь здесь уже такой не дождь а более-менее какая-то фигня типа снега что-то такое и дорога видимо подмерзла короче ребята погода сменилась ближе к ростову вместо мокрой дороги где-то снега здесь уже каша едем гораздо медленнее буквально еду вот 50 60 и под кашей скорее всего лед очень много вероятно поэтому надо ехать медленно иначе может занять занос быть автомобиля и удержать его на каши будет сложнее потому что непонятно чё под кашей поэтому еду потихонечку ребят ну печально конечно не ожидал дождик еще непонятно или снег уже моросит или дождь это моросит в общем непонятно дорога не посыпанная не почищена поэтому это очень плохо а народ все равно едет мало кто остановился мало кто стоит видимо тут все привыкшие к таким метеорологическим условиям и поэтому едут ну и я потихонечку еду потому что хочу сегодня доехать до ростова поэтому потихо и еду хочется этот тортик опередить чтобы не попасть под него заново не обледенеть конкретно то завтра с утра неизвестно когда они почистят если это все за ночь еще и заледенеет поэтому буду пока что ехать стал на стояночку ребят перед ростовом там пробище на акса и все стоят буксуют я заколебался в эти пробки толкаться стал вот на стояночку мираж пойду в кафе покушаю что-нибудь время уже почти ночь и буду спать а завтра будем ехать за целый день что тут есть вообще гостиница там что туалет туалет бы я сходил так отсюда что у нас сюда кофе вай фай есть он правда не взял вон они все стоят такая вот тягомотина ехал ехал заколебался так ладно всем привет утро на стоянке вот так вот выглядит обледеневший ман видите слой льда какой топа ужас не знает летит он сам или нет вот так вот вчера я ехал ладно чем сам отлетит наверное фары вообще ужас подножка ужас ладно сейчас собираюсь пью кофе еду дальше ребята вы видели как местные начинают чистить снег на мотоцикле вот это реально хохма он привязал палет к мотоциклу и чистить снег я стою на заправочке сейчас хочу заправить смотрите как он там чистил с коляски привязал палет к мотоциклу и чистит себе поехал опять не ну у него принципе получается но не особо конечно но получается ухма ребята хохма вот так вот ребята видели пробочка магнит шел на подъем вот этого поэтому мосту и потерял прицел потому что сам вроде или занесло его что-то такое произошло херня полная короче так что ребята вот такая вот дорожка складывается людей не какое-то может быть до них дней это стоит у нас доехал ребята до платной дороги это у нас залось его на москву сейчас пойдут транспондер себе оформлять вон туда у нас потому что по нему скидочка 20 процентов кто не знает по всем платным дорогам у меня впереди платных дорог будет куча поэтому проще оформить транспондеры ехать по нему и скорее всего может быть он понадобится мне даже потом когда-нибудь не знаю но тем не менее все пошел оформлять как о форме я вам его покажу так ребят все вот она вот он мой транспондер сам передатчик вот автодор так его мы гребен на стекло еще или как мы его крепим ну да на стекло так дальше здесь инструкции это я почитаю так почитаю я думаю все знают как его крепить антенна у него так антенна так вам сейчас почитаю прикреплю мы в течение часа деньги будет на нем а я пока заплачу здесь и поеду в общем такая вот ерунда ребят в общем вот так вот приклеил я думаю что будет нормально ребят как бы проверять наш транспондер как он работает прошел ровно час так и будем смотреть откроется ли нам этот шлагбаум так полоса т1 так подъехали о все открылся эти пикнул транспондер открылся нам шлагбаум и мы поехали супер ребята москва ребята нас встречает снегом выезжая нам кат с четверки нечищенная москва так чуть-чуть ее почистили вот сейчас будем ехать пробираться по снегу потому что все тут печально на самом деле как вроде бы не скользко ну не знаю но тем не менее время у нас доходит три часа ночи ребята всем привет нахожусь я в москве вчера ночью приехал это мой друг олег привет с которым мы повидались землячок в далеке стоит вот его fiat ducato да да 5 дуката метровый 3 минут я поближе подойдем так быстро глянем и дождался у меня в челябинске тут пятницы туда и в общем сходили ленту сейчас накупили закупили разных покупок будем сейчас в общем сидеть готовить ждать понедельника понедельник у нас завтра а тишки пойдем играть обязательно олег завтра уезжает на загрузку а я остаюсь до вторника аж до целого но я перееду получается уже на другое место это так вчера доехал снегопад в москве идет вообще с четверга лет валит уже не перестает третий день до четверг пятница суббота до третий день 3 динамки уже валит нормально ну в общем очень классно что мы с тобой встретили земляки постречались на большой большой столице россии россии до доехал я вчера отлично приехал почти что ночью я его встречал ночью он меня встретил я тут маленько круга ля дал разминулся но тем не менее сейчас никогда уехал да сейчас подойдем покажу ребят быстренько фиатика вообще на какой машинке олега ездит круто ну и мы дальше пойдем уже кушать потому что мы уже прогулялись по этой ленте мы голодные надо вот эту всю кучу кучу горы разобрать тут какие-то и салаты есть и не салаты ну и в общем пойдем смотреть фиатика надо подходим к наш фиату олега машина 4 метра кузов длина 420 220 высота в общем вот такая вот она красавица сколько ты возишь на ней по полторы тонны по две тонны максимум такой вот дублирующий до требует казахстан все требует хотя ключи с собой вот давай открой хотя бы так глянем движок прет до приор дизель дизелек турбодизель вот шторки такие учете светится всегда а когда открывает это у меня матрасик это вот так вот живет у нас олег на таком шикарном 7 матрасе себе оборудовал так что лайфхак ребята кто еще не знает как оборудовать себе вот берете матрасик стелите ровненько подушки все здесь одеяло также олег ездит с рацией как в принципе и все дальнобойщики ездит также далеко россия как по всей россии казахстан ездит поэтому классно на 5 к ручник здесь да у него и на классно коробку джойстик так вот а этот габариты а этот не работает табло что зажигание вон она как а и теперь габариты о классно вот такой вот фиатик здесь вот коробка джойстик шестиступенчатая классно так ну ладно все мы выключаем теперь посмотрели о нифига нас сейчас завалит ребят смотрите значит начали убирать москву чистить начали охренеть а нифига он реально козел и фига себе хотя шапка снега ночью зима 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 погода кстати в москве ребята супер минус наверное около но максимум 3-4 градуса поэтому man стоит весь снегу лента олег в общем идем мы кушать олег завтра поедет я завтра тоже поеду завтра будет новый день будем снимать загрузочки ребята вернее выгрузка 2 выгрузки а потом будем снимать загрузочки все олега скажи всем пока всем пока пока хорошей дороги полных бакар всем ребята